Добрый вечер! Мы вправе с вами ожидать мудрость в основном от какого-нибудь признанного авторитета. Это такое привлекательное свойство людей, воздвигнутых народным обожанием на самый социальный верх. Но при всем при том, мудрость, она ведь свойство не только характерное для опытных, для бывалых, для повидавших, как ни странно. То есть вот гениально формулировать самую суть в состоянии даже не самый умный человек. То есть не самый мудрый, не самый интеллектуальный. Есть кинематографический тому пример, фильм Форест Гамб. Если помните, одна из сюжетных линий была как раз построена на том, что Форест, когда побежал по стране, там уж он точно интеллектуалом в этом фильме не слыл, он бежал, и к нему подходили какие-то люди, принимавшие его кто за мессию, кто за чудака, кто просто за что-то неординарное, то есть человека с неординарным взглядом на жизнь. Они задавали ему вопросы, он давал какие-то ответы, и довольно часто эти ответы были наполнены мудростью. Как всему прочему, они были афористичны, и для многих они были отгадкой в какой-то жизненной ситуации, или подсказкой, и кто-то просто после этого стал лучше себя чувствовать, хотя бы морально, а кто-то заработал денег. И вспомните, вот тот человек, который бежал параллельно с Форестом и предложил ему утереться желтой майкой, сказал, да, возьмите желтую, ее вообще никто не берет у меня, а он утерся, и вот таким образом родился смайлик. Это очень хороший был сценарный прием, но суть в том, что заведомо ни мудрый, ни интеллектуальный человек, тем не менее, мудростью обладал, и этой мудростью многие воспользовались даже со знаком плюс. Нам с вами в этом отношении повезло больше, потому что если в Америке в основном подобную мудрость неожиданно является в основном Голливуд, профессиональные режиссеры, профессиональные сценаристы вместе организуют очень профессиональный процесс, в результате которого мы эту мудрость получаем. А у нас с вами мудрость является частью генотипа, это часть нашего народа, это такая особенность русского народа, и что особенно привлекательно, это свойство русского языка. То есть вот от глупых поступков и общей скудости ума это нас совершенно не избавляет, но вкраплениями, таким вот уместным присутствием очень даже бодрит, помогая наблюдательным и поднимая настроение остальным. Пример массовой мудрости — это армия. В армии у нас интеллектуалов вообще маловато. Если помните девиз вооруженных сил, чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона. Но народный юмор в армейской форме — это же блистательно. Это не всегда анекдот, это довольно часто именно что мудрость. Причем она не только передается, будучи единожды сгенерированной из поколения в поколение, она довольно часто рождается вот так вот по ходу пьесы, объясняя какое-то армейское событие. То есть есть армейские, давно уже существующие как официально заявленные примеры мудрости, ну и серии «Кто в армии служил, тому в цирке не смешно». А есть какие-то сиюминутные всплески, которые говорят о том, что у нас-то как раз с вами заведомо не мудрый человек может, тем не менее, блеснуть великолепием и гениальностью по совершенно удивительным поводам. Возле терминалов в аэропорту Домодедово завелись мошенники. Это такие довольно нейтральные виды ребята. Они бывают разного возраста. Мне посчастливилось пообщаться с двумя из них. Первый был молоденький мальчик, лет так, наверное, двадцати. Очень приятная русская наружность. И вот в целом интеллектуальная составляющая где-то, наверное, на уровне Пскопского, если помните этого персонажа из одного старого-старого фильма. То есть человек говорит по-русски не умеет в принципе. Фраза длиной в четыре слова, наверное, дается ему с огромным трудом, в пять слов не дается в принципе, в шесть слов повергает его в тяжелейшую задумчивость. К спору он не готов. И поэтому получается, что свое предложение донести как-то до клиента он не в состоянии. Но он стоит и бубнит. Эй, слышь, мужик, а что ты дай с моей карточки заплатим? Я тут таксистом. Ты там будешь... А тебе пятьдесят рублей скидка. Чё тебе, пятьдесят лишних, что ли? Меня, конечно, заинтересовала эта ситуация. Схема мошенничества до конца понятной быть не может. Но в руках у него точно такая же пластиковая карточка, которую получает любой въезжающий под платный шлагбаум. Ты въезжаешь, ее получаешь, и... И вот в момент расплаты подходит этот доброход, изображает совершенно полный невзначай. И говорит, ну, да, это... Да, это пятьдесят рублей. Ну, ты чё там это? Ну, давай попробуем. А я чё там? Чек легальный, ты потом выезжаешь. И, конечно, привлекательно нагадить аэропорту Домодедово, поскольку он давно заслужил массу критических замечаний, совершенно обоснованно, и в целом неправильно себя ведет. Ну, с другой стороны, ни хуже, ни лучше. Все остальные точно такие же жлобы. Но у Домодедова в последнее время еще и коллапс в зоне прилета, в зоне вылета. Я вспоминаю, что вы хоронили летом в Одессе, а вы улетали летом из Домодедова. А вы прилетали летом в Домодедово? Да не дай бог. И вот этот мошенник, он предлагает водителю скидку, тем самым делая довольно выгодным его пребывание на стоянке. Скидка бывает разная. На мой взгляд, я там два раза с ними общался, получается, что где-то там 15% она составляет. И в первый раз и во второй раз эти мошенники мне предложили оплатить их карточкой. Подразумевается, что я получаю официальное право на выезд. То есть я же должен какую-то карточку сунуть в терминал на выезде. Оплата произведена. Робот электрическим разумом это понимает и меня выпускает. Если я пользуюсь их карточкой, значит, я так или иначе выезжаю со своей. А куда идут деньги? Я получается, что по чеку пробиваю меньшую сумму и я подозреваю, что вся сумма целиком на самом деле уходит ему в карман. А у меня просто легкий дисконт в качестве элемента привлечения. Меня подобные схемы не привлечают. Вообще, в целом, я мошенников не очень люблю. Даже таких, которые за меня пытаются как-то отомстить аэропорту Домодедова. Но что удивительное произошло. Вот он предложил мне. Я ему сказал, что вы, молодой человек, даже сформулировать выгоду моего предложения толком не можете. Вы постарайтесь объяснить, почему это для меня выгодно. Естественно, в словах он запутался, в мыслях тоже. И тем не менее. Именно вот этот 20-летний, не умеющий на русском языке формулировать и говорить, тем более человек, сформулировал потрясающе мудрую мысль. Он на меня очень огорчился. Он даже, наверное, на меня разозлился. И сказал, великолепно! Он сказал, есть еще в стране нормальные русские люди, не такие умные, как вы. Мы с них свое возьмем. Вот она мудрость. Вот он фольклор. Вот эта вот человеческая удивительная манера, будучи погруженным в среду русского языка, формулировать столь блистательные мысли. Ведь на самом деле этот 20-летний мошенник сформулировал доктрину нашего государства. Он сказал, сам того не подозревая, девиз, который у нас должен быть написан везде, как помните раньше в советское время, в газетах было везде, пролетарии всех стран соединяйтесь. Никто, кстати, толком не знал, кто такие пролетарии, и что именно они должны соединить. Потому что, ну, даже Карл Маркс и Фридрих Энгельс это все-таки не муж и жена, а четыре разных человека, о чем тоже не все знали. И здесь вот этот мошенник, 20-летний, неумелый и неумный, сказал блистательно. Мы свое с других возьмем. Не с таких умных, потому что есть еще в этой стране нормальные русские люди. А портрет нормального русского человека у этого мошенника полностью совпадает с портретом нормального русского человека у всей нашей вертикали. У всех тех людей, которые изображают из себя Думу, правительство, администрацию президента и все другие ветви нашей власти. Ведь именно так и построено взаимодействие общества, то есть нас всех, и власти. Именно по этому принципу мы нормальные русские люди, и мы позволяем всем за все с нас драть, а мы расплачиваемся. Ведь у нас, посмотрите, что происходит. На той самой закрытой встрече левого крыла Единой России прозвучала цифра. У нас ЖКХ за последние годы выросло на 400%. У нас Михаил Делягин в эфире другой радиостанции сказал, что у нас инфляция не 6%, у нас инфляция 40% в год. У нас в бензин включены акцизы, которые нам объявлены, они будут расти. У нас Медведев теперь делает проезд по любым федеральным дорогам для грузовиков по 3,50 за километр, при том, что эти деньги идут в никуда, они не идут в дороге, они не идут в улучшение качества доставки. Они просто изымаются из кармана по принципу гоп-стопа. То есть ты никуда не денешься, поэтому мы с тебя сдерем. Именно потому что вот они, нормальные русские люди, за ЖКХ платят, за бензин платят, ОСАГО, налоговая суть ОСАГО, мы платим этот косвенный налог. И ровщет кто-то? Нет, ну что вы, мы же не бразильцы, которые за один автобусный билет устроили такую бучу, которую уже не могут, сколько? Уже четвертую неделю не могут унять. При том, что правительство уже сказала, все, не будет повышения, уже давайте договариваться. И президент Бразилии сказала, она готова внести после референдума поправки в Конституцию. А ей сказал народ, что? Он сказал, слушай, да нам до твоей Конституции еще далеко. Ты почему на футбол столько тратишь? Мы футбольный мяч на тарелку положить не можем. Ты вот этот вопрос решай. Это не нормальные бразильские были, а нормальные русские люди. Они позволяют спустить с них любое количество шкур. И именно поэтому кто у нас сказал что-нибудь в защиту вот этих трех, вернее, против этих трех пятидесяти? Три пятьдесят за километр. У нас феодальная раздробленность именно в этом. Именно в том, что не ударив палец о палец и создав только карательно-грабительскую контору под названием Автодор, задача которой сделать платной всю нашу страну, пока Автодор не поспевает, просто вводится вот этот самый налог по три пятьдесят за каждый километр. То есть доставку любого груза. При том, что у нас ведь транспортный коллапс на железной дороге. То есть русские люди платят. И этот мошенник с одной извилинкой великолепно сформулировал суть нашей жизни и власти. Новости. Мы с вами умело перегрелись на солнышке и сгрудились в семибальных пробках. На улице семь баллов по Яндексу и плюс тридцать два по Цельсию. Телефон шестьдесят пять десять девять девять и шесть. Код города четыре девять пять. Ну, теперь пообщаемся. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья, рад послышать. Взаимно. Во-первых, позвольте вам сказать спасибо за такую хорошую, правильную передачу, потому что, мне кажется, благодаря вам очень много людей на дорогах стало вести себя гораздо культурнее. Я надеюсь, на это спасибо вам, Наталья. Вы знаете, такой вопрос у меня, возможно, на первый взгляд покажет и даже чуть-чуть несерьезным или слишком, может быть, женским, я не знаю. Имейте право на женский взгляд. Это да. Такая проблема, действительно проблема. На дороге чувствую себя уверенно, езжу больше двух лет и сейчас вот уже как-то задумываясь о том, что хотелось бы иметь не просто общую машину в семье, да, которая у нас сейчас есть, а что-то для себя лично. Но столкнулась с таким моментом, что хочется выбрать какую-то такую машину, в которой я бы не просто чувствовала себя комфортно, уверенно, да, но и чтобы меня воспринимали серьезно на дороге. Потому что есть у нас такой стереотип, что женщина за рулем это хуже обезьян с гранатой и так далее, и так далее. Не буду перечислять всякие глупости. Но в том числе вот хочется как-то это преодолеть. Какие шикарные вопли. Это мой ребенок, которого тоже хочется запихнуть в удобную машину. Да, он имеет полное право на свой голос в этом вопросе. У вас сейчас что? Вы на чем не признаны социумом мужским? У нас пока на семью, просто с точки зрения тренировки, потому что мы с мужем почти одновременно сдали на права, у нас Chrysler Neon. Ага. То есть небольшой, маленький, удобно ездить, но в Питере обратно мы на нем уже катались. Молодцы какие, вы герои. Итого, у вас будет две машины или одна машина? Вы знаете, честно говоря, в идеале, мы мечтаемся, конечно, две. Ну, пока вот как-то непонятно. Хочется, чтобы это была машина и мужская, и в то же время женская, наверное. А вам нужно, чтобы они разбегались или чтобы просто не трогали? Ну, нужно все-таки, чтобы не трогали. Не трогали, это кроссовер. Любой. Любой кроссовер, он просто повыше, пошире, побольше. И кроссоверов чахлых, вот с мотором там один и два не бывает. Поэтому, когда вы едете на кроссовере, все понимают, что это стоит под миллион, это означает, что обидеть вас, это огрести от мужа, который приедет на точно таком же, но побольше, скорее всего. Ну, там потом пригонят с собой взвод охранников или весь второй белорусский фронт. Либо вы должны пойти по пути очевидной агрессии. Это должна быть либо машина с намеком на миллионершу, ну, условно говоря, мини-купер. Он маленький, но мини-куперы простыми не бывают. И мини-купер редко кто затирает, потому что понимает, что это побрякушка, купленная сильно на лишние деньги. Она ведь дороже в полтора раза, чем предел здравого смысла. И это означает, что человек просто побаловался, а если он побаловался, так у него еще гранатомет может оказаться. И, кстати, адвокат у него будет падва. Очень неприятно. Либо вы идете по пути уже однозначного самоутверждения за счет дизайна и размера. То есть это либо рейндж-ровер Эвок, пусть даже в самой простой комплектации. Его никто не будет затирать. Либо это здоровенный ящик. Он может быть и не молодым, но это может быть Гранд Чироки, Ниссан Патрол, Тойота Ленд Крузер, любая. Но, знаете, любая Тойота Ленд Крузер, сотка, которой уже 15 лет, или восьмидесятка, которой 20 лет, или моложавая двухсотка, это машина, под которую не суются. Если она тем более черного мрачного цвета, не суются. Вы знаете, вот то, что вы сейчас рассказываете, это, конечно, все здорово и роскошно, особенно в черном цвете, но почему-то лично у меня это больше монтируется с какими-то все-таки серьезными мужчинами, нежели с приятной блондинкой, которой я угораздила родиться. А приятная блондинка в таком случае должна ездить летом на кабриолете, на Peugeot 207CC, и элегантно откинув шевелюру по ветру, наслаждаться тем, как они наматываются на столбы. Ага. И очень приятно будет рядом с собой поставить детское кресло. Это вы себе представили тоже, я так подозреваю. Детское креслое здесь немножко не монтируется, знаете, как-то образ портит. Поэтому у вас машина должна нести в себе ту самую угрозу, которую вы совершенно четко сейчас сами сформулировали, поскольку машина ассоциируется с чем-то мужским. Да, когда едет такой грозный ящик, это практически пожизненный цех с гвоздями. Страшно, аж жуть. Либо уже дальше БТР, но на БТР просто видимость плохая, вы точно кого-нибудь уже уделаете. Не надо. Нет, БТР это некрасиво. Ну, смотря какой, знаете, иногда бывает очень неизвестный. Вот, например, бронетранспортеры французской фирмы Panar на колесном ходу, они очень даже изящные. Там сверху пулемет небольшой такой, четырехствольный. Шикарная машина и обзор хороший. Просто дорого. То есть, либо вы идете по пути размера, либо по пути модели. А модель должна быть такая, на которой написан большой ценник. Даже если бы ее взяли задешево. Понятно. А скажите, пожалуйста, укладываются ли ваши вот эти рекомендации, допустим, Chevrolet Captiva новая. Она как минимум не вызывает агрессию. Captiva, она крупная машина. Да. Поэтому ей тоже будут уступать только в силу ее веса. И вот, например, если вы едете на Неоне, то девятка вас легко может подрезать, а под Captiva девятка уже не сунется. Понятно. просто потому, потому что размер. А если она еще будет какого-нибудь мрачноватого цвета, то есть не веселенького, не блондинистого, то они подумают, ну, мужичонка-то там, небось, такой сидит там какой-нибудь ниже майора. Ну его нафиг. Понятно. Вот Кайрон это машина капитана, старшего лейтенанта. А вот, например, какой-нибудь X-Trail Captiva это уже ближе к майору. Уже можно как-то и пропустить его, даже на красный, если он едет. Ясно. Хорошо, спасибо большое. Правильно, совершенно то, что вы посмотрели в том числе в сторону Captiva. Юрий, здравствуйте. Алло. Вас не слышно. Здравствуйте. Какой приятный голос при отсутствии Индершумов. Юрий, здравствуйте. Добрый вечер. Я хотел бы спросить у вас, Сергей, меня интересует. Я сейчас езжу на Volkswagen Polo, мечтаю купить Туарелл. Правильная мечта. У меня выбор стоит между двигателями 5 или же 3-х литровым. А по трансмиссии у вас какой-нибудь выбор есть? Какой-нибудь X-пакетик с понижающим рядом в раздатке? Он есть и в бензиновом исполнении, он есть в дизельном в 3.0? Дизель, дизель. Я рассматриваю. Если вы рассматриваете дизель 3.0, то возьмите его как раз именно с этим оффроудным пакетом, и вы получите универсальную машину, которая даже когда будет старой и даже когда она начнет потихонечку задавать вам вопросы, она все равно останется образцом универсальности. И в этом отношении вы выигрываете сразу и на долгие годы вперед. То есть вы с этой машиной можете спокойно смотреть уже на кризис за окном, на все остальные проблемы, потому что транспортное средство и транспортный вопрос в вашей семье решен. То есть 2.5 я могу отмечать? Да. Даже не смотрите в эту сторону. 3.0 дизель, полный привод и понижайка в раздатке. Все, у вас получается оптимальная совершенно машина. Дальше, конечно, можете ее навернуть стоимостью до 3 миллионов, смысла нет, но даже по минимуму вы получаете очень достойный аппарат. Самое главное, что он не такой ломучий, как многие думают. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Рад вас слышать. Рад, что нельзя войти в одну в воду дважды, но вот у меня получилось 5 миллионов на второй раз. Если помните, Зафира, дети, собака, кошка Санговый Йонг. Да-да-да. И что теперь? Ну, мы про Санговый Йонг высказывались очень не лицеприятно. Я хотел вот, собственно, спросить, значит, смотрите, имеется подальшея семья, хочется машины там с третьим рядом. Понятно, при этом, чтобы третий ряд был там не как в Зафире две табуретки, да, а все-таки что-то комфортнее. Это семейная машина и там, понятно, мне не нужно рассказывать своим родственникам армянским про то, какой у меня замечательный БМВ, потому что я жадный еврей. Вот, а просто возить детей. Но, Григорий, получается, что если вы хотите семиместную машину, то это только Рекстон, а поскольку Рекстон стоит как взрослый и является пародией на Паджеро, то лучше взять просто большой Паджеро. Я не упираюсь в станговые емки, я просто спрашиваю в принципе. В принципе, семиместных машин-то мало и если она, тем более, на полном приводе, она подпрыгнула в своем ценнике до двух миллионов. И вы с Зафиры сразу выходите на диапазон затрат, который, ну, не то, что еврея задушит, он, знаете, жабой придавит любого русского нормального, который не хочет, чтобы с него брали. Потому как... того нормального, про которого вы рассказывали или нормального-нормального? Совсем нормального. То есть, без оговорок нормального. И семиместных машин, их вообще-то мало. Тем более, мы же все-таки страна уничтоженной семьи. И таких людей, которые, как вы, ценят семью, заботятся о ней и хотят машину под семь мест, единицы. У нас ведь рождение второго ребенка это повод задуматься, а рождение третьего ребенка для большинства это повод для развода. Потому что... А она, дура, у меня родила себе третьего. К сожалению. Ну, мужики такие порченые пошли, что же делать? Поэтому семь мест на рынке у нас минивэнов, как таковых, нет. Внедорожников, кроссоверов маловато. И ведь тот же самый большой Паджеро, он пыхтел-пыхтел семью местами, а потом махнул рукой и сказал, теперь последние два года он строго пятиместный, поэтому его надо брать на вторичном рынке. А если как-нибудь брать Хонду Пилот, у нее удобные задние места. Но у нее ценник зверский. Ну, у нее ценник зверский, у нее 250 лошадей. Да. Или, например, вот этот самый Хайлендер брать, Тойоту. Это кирзовая машина, у которой салон абсолютно резиновый, она тоже семиместная, и у нее тоже по налогам получается полное зверство. Но там все мест нормальные. Сел, поехал, и детям несложно. Либо Ларгус, но в Ларгусе после... Не, но Ларгус это как-то совсем грустно. После Зафиры перестанутся в Ларгус как-то не хочется. Недопустимо. Я посидел в нем, мне не понравилось. Вот. А всякие, например, Хёнде Санта-Фе, у них заявлена семиместность. И вот сейчас к нам придет на наш рынок нормальная Санта-Фешка, семиместная. Но там не сильно лучше, чем в Зафире. Я на салоне как раз на Франкфуртском посидел, посмотрел. Нет, нечего там делать. Абсолютно. Не поместитесь ни вы, ни я, ни ваши дети. То есть, выбирать не из чего. А минивены, они тоже все озверевшие. Вот сейчас Сеатт Альхамбра пришел на наш рынок, который на самом деле Фольксваген. Очень неплохая машина. Ну, ребята, вы там что-то с ценой такое. Сдайся враг, замри и ляг. Есть еще, конечно, праворукие варианты. Их масса. Но как-то стремно. Не-не, Григорий, во-первых, праворукость скоро у нас в стране законодательно пришлепнут. Во-вторых, праворукость, она все-таки совмещена с секонд-хендовостью. И в-третьих, на правом руле, да еще в городе. Ну, нет. Ну, никак. Зачем обрекать себя вращение. И есть очень печальный пример. У меня довольно семейный человек долгие годы истязал леворуковую технику, а потом сменил жизненные ориентиры настолько, что пересел на правый руль, и у него начались неприятные побочные эффекты. Он ушел из семьи, он чуть было не сменил ориентацию, хотя, по-моему, сменил. В последнее время про него ничего хорошего сказать нельзя, кроме как нелицеприятную форму и тематическую синонимичную слову «голубой». Да вы, ботенька, поэт. Я нет, я так немножко по машинам. Новости. Градус ниже, пробки выше. У нас теперь всего лишь плюс 31, но зато 8 баллов. 65, 10, 9, 9, и 6. Здравствуйте. Алло, Денис. Алло, здравствуйте, Сергей. Рад вас слышать. Я хотел бы проконсультироваться у вас. Я с прицелом на следующий год планирую сменить машину. Сейчас, в настоящий момент, езжу на Audi A5 купе с двухлитровым TFCI и полным приводом. Ух ты. Хотел бы, что, говоря, спросить, что можно взять вот примерно такой же, какой-то купе, куда можно вменяемо посадить назад человека, чтобы он там не загнулся. Вот. и, ну, что вообще можно взять, если не Audi, не A5. А, кстати, как ваш TFCI мотор себя чувствует насчет масла, например, как у него? Сейчас скажу. Литр на 15 тысяч ест. Замечательно. То есть, по большому счету, ничего не ест? Ну, в общем, да, в общем, не ест. Какого года у вас машина? Одиннадцатого. Ну, самое начало, когда они только-только появились. Замечательно. Денис, вы волшебник. Вы так хорошо относитесь к технике, что она даже свои природные болячки вам не предъявляет. Это большой плюс. Ну, вы знаете, у меня на 6 тысячах отказала рельва рейка полностью. Вот. Ну, это, конечно, неприятно, хотя, то, как измываются обычные Audi над своими владельцами по поводу жручести масла, это не менее оскорбительно, чем рейка на 6. тысячах километров. Рейку, я надеюсь, вам поменяли по гарантии? Да, поменяли по гарантии. Замечательно. Смотрите, какая штука, ведь у вас полный привод. Полный привод у вас очень правильно настроенный. У вас быстрая, резкая машина, купешка. После нее вам вот этой резкости, этой динамики и полного привода по большому счету достать-то особо негде. То есть, вы должны будете, во-первых, понятно, чтобы полный приводных машин в принципе мало, полный приводных стрелялок, удобных для четырех людей, тоже мало, и тем более мотор должен быть турбированный. Может быть, может быть, как это не парадоксально, но вам подойдет такой странный аппарат, который называется Volvo V40 Cross Country. У нее есть моторчик в 249 лошадиных сил, и на полном приводе эта штука пуляет так, что вы, в общем, может быть, через какое-то время даже перестанете любить Audi и начнете любить Volvo. При этом она строго четырехместная, она, конечно, пятидверная, она не купешка, она обычный хэтчбэк. При этом небольшая, то есть, она меньше, чем ваша А5, но очень пронырливая штуковина. Либо тогда по полному приводу у вас, ну, вы же не сядете на Impreza или на VX, на Subaru после Audi. Не получится. Ну, на Subaru я вообще не ходил. Естественно. Вы можете, конечно, попробовать еще такой странный вариант, как Opel Escada. Opel Escada это Astra Cabriolet. Она едет замечательно. Она не бывает полноприводной, она двухдверная, строго двутверная, она рассчитана на четырех человек и сидящим сзади можно выжить, но у вас нету полного привода и нету привычной турбированной динамики. Хотя, конечно, Escada бывает разная и едет она очень неплохо. Либо вы уходите в сторону уже совсем большого спорта, совсем дорогого. А если не привязываться к кузову купе и рассматривать, допустим, вариант, как вы говорите, большой спорт это небольшой, ну, допустим, Opel Insignia B. Opel Escada на самом деле молодцы, потому что начинка, которую они втряхивают в Opel Escada версии, она у любой другой фирмы стоит в два раза дороже. И вы тогда получите Insignia полноприводную и такую стрелялку, что вас не догонит никто. Можно пойти по этому пути. Тем более, что Insignia молодцом. Я понял. И еще последний вопрос хотел спросить. Все говорят, все говорят, что вот, ну, такой как бы на слуху у тех людей, которые едут на BMW, что вот у BMW X6 какая-то там потрясающая управляемость и какой-то там драйверский, дух и все такое. Что-то там, в общем, что-то типа того, что это как легковая машина, только вот этот вот кроссовер. Только повыше. Это почти так и есть. И в основном это напрямую цитата из Top Gear. Потому что, когда Top Gear'овцы покатались, они взяли X5, X6, потом все это в переводе на русский язык именно так и прозвучало дословно. Нужно было сделать эти машины хоть в чем-то отличающимися, и поэтому в X6 вложились именно в управляемость. Машина получилась интересней, более драйверской, напористая, с другим темпераментом, с другими настройками. Но одно дело ребята из Top Gear'а, они в этом знают толк. Другое дело те, кто ездит на X6. Те, кто реально хлебнул вот этих достоинств, их потом очень долго отскребали от Камаза. остальные ведут себя спокойно. Машина действительно неплохая. Машина избыточная, машина брутальная, и она в действительности хорошо едет. Разваливается она вдребезги пополам с невероятной скоростью. все то, что в нее напихано, вот это все из нее вываливается на дорогу очень быстро. Я могу последний вопрос буквально. На следующий год планируется в рынках прийти на российский рынок с каким-то не очень большим модельным рядом. Я не расслышал, кто, вы говорите, должен прийти? Акура. Акура. Акура грозит нам уже, наверное, третий год подряд, что они завтра придут, но пока не пришли. Ну, вот вроде угроза максимальная угроза. Хонда настолько проиграла наш рынок, они до такой степени беспомощно, как бы это вежливо сказать, вот от слова дефекация я не могу сделать глагол, они так беспомощно дефекцировались на нашем рынке, что тащить сюда Акуру у них просто духу не хватает, потому что и Хонда сейчас по продажам близка где-то наверное к запорожцам, но еще и Акура, а еще деньги в раскрутку, а еще дилерская сеть, а еще запчасти, а еще Америка морем, не потянут они, кишка тонка, у них Акуру притащить к нам на рынок, не ждите. Хотя Акуры в принципе хороши, и инженерная школа Хонды, она великолепна, и такие двигатели, которые делает Хонда, особенно большие, трешки, 3,5, это фантастика, потрясающие моторы, но тем не менее, ребята, жизнь, она настолько суровая, что Хонда у нас как бы не подохла, очень бы не хотелось. Алексей, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А я вот в отличие от предыдущего звонившего хочу что-нибудь жесткое двухместное, не знаю, вот за четвертое, может быть, я смотрю, что еще бывает, посоветуйте, это вопрос раз, и вопрос два, за четвертое все-таки, наверное, ненадолго, потому что ребенок планируется год через полтора, я так хочу посмаковать, посмаковать еще год, может ее можно взять где-то там не новую, и вот есть, может быть, лучшие варианты для этого. Алексей, если вы берете вот такую машину, имейте ввиду, что ваш предшественник купил ее специально для того, чтобы вытряхнуть из нее все нутро, наизнанку, а потом по-быстрому сдать, поэтому из старых рук она, скорее всего, будет с минимальным пробегом, это будет честный пробег, и очень сильно утомленным организмом, и можно, ведь, например, взять Mazda MX-5, Mazda, это не нравится, но Z4 в таком случае это правильно, либо дальше у вас остается любой совершенно Porsche, 911, боксер, Кайман, как кого хотите. Ну, у них вроде как ценник радикально отличается от Z4. Ну, Z4. Z11, это, конечно, здорово, но, насколько я понимаю, они дороже в разы. Либо вы берете себе маленький озверелый хэтчбэк, какой-нибудь Ford, Renault или Opel, и эти злобные машинки, вот эти горячие хэтчбэки, или там Volkswagen, они вам позволяют очень неплохо себя реализовать. Конечно, это не Z4. Ну, Z4, вы правильно с него начали. У него же на лбу такая звезда горит, после которой никому ничего объяснять не надо. Когда вы едете на Z4, все, вы уже со всеми во всем объяснились. И машинка-то будет здоровая. Ну, еще маленький вопрос тогда, допустим, если это будет он, то как он будет себя чувствовать зимой? Потому что сейчас у меня Hyundai-Tembron, и я в нем и зимой, и летом, и на небольшие бордюры, и так далее. А вот я не знаю, как поведет себя заднеприводный, к тому же за 64-й зимой. Он поведет себя капризно, он поведет себя со сложностями, потому что, естественно, во-первых, он заднеприводный, во-вторых, он все-таки рассчитан не на бордюр, а для того, чтобы вы безопасно прошли поворот. Зимой будет сложнее, привыкнете, и станет проще, потому что у вас же не стоит задача сразу убиться. Вы спокойно вкатитесь в осень, спокойно вкатитесь в зиму, и после этого будет нормально. Помните, ведь раньше у нас вся страна ездила на заднем приводе, а смертность была гораздо меньше, чем сейчас. Я, на самом деле, вообще не любитель каких-то торецких движений и погонять не для этого. О, тогда тем более, тогда тем более. У вас вот особых противопоказаний к этому нет, ведь машина послушная. Машина идет за вашей рукой, она идет за вашей ногой, и на Z4, если не провоцировать ее, вы будете очень долго ехать с большим запасом по безопасности, с большим. А потом, конечно, в какой-то момент темперамент, ехать, разводись, плеча, погода хорошая, на улице плюс 31, пробок нет. Ну и поехали. Алло, здравствуйте, Александр. Добрый день, Сергей. Рад вас слышать. Абсолютно взаимно, почему-то я волнуюсь, не знаю, почему, вот вроде, серьезный пацан, 30 лет, но волнуюсь. Это нормально. Делайте скидку, пожалуйста, небольшую. С удовольствием. Сергей, такой вопрос. Я являюсь владельцем 2-го дизельного 2,2. Машинка мне досталась, так сказать, я второй владелец, машинка 8-го года. Ну, пробег 90 тысяч, нареканий прям грандиозных нет, думал, что будет хуже. Но есть одна проблемка. Машина мощная, достаточно приемистая, достаточно такая динамичная, но она как корова. Она раскачивается на дороге, управляемость, ну, как бы, не самая лучшая. Ну, красаверная. И задумываюсь, да, задумываюсь о Туареге. Туареге не новом, а Туареге, наверное, года 9-го, после рестанта, когда он был, скорее всего, 3 литра дизель V6. Но, опять-таки, один вопрос. Первый, машину выбрать на автомате, однозначно. Ну, это правильно. Автомат вообще там как? Правильно, да? Во-первых, Туарег, вот новый Туарег, который сейчас, нынешнего поколения, то есть Туарег 2, он не бывает на ручке. Он, в принципе, не бывает на ручке, он всегда на автомате, у него стоит айсин японский, и когда у японцев нечаянно совершенно накрылась Хибакуси и Фукусима, то как раз Туареги зависли в воздухе, потому что ZF у них нет, немецкого, Санрат Фабрик, у них айсин, а айсиновские поставки были прекращены. И все. И Volkswagen сказал, ребята, извините, мы пока временно ничего сделать не можем, только на веслах если. Поэтому здесь вы гарантированно получаете нормальную коробку, коробка в принципе нормальная, и Туарег абсолютно правильный. Как всегда остается главный вопрос. Если такую хорошую машину кто-то продал, то почему? Вот это сложно. А если из Германии? Если из Германии, то шансов, конечно, больше, но немец, он по натуре человек жлобистый. Он пока не выкатал ее, он ее не продаст. Когда вам из Германии притаскивают машину и говорят, у нее пробег до 100 тысяч, это вранье на 800% из 100 возможно. Потому что немец, он никогда в жизни не продаст машину с пробегом до 100. Он будет кататься до 150, потом он ее продаст. Только после этого. Потому что он за нее платил, он за нее брал кредит, он платил за нее налоги, а потом вот так вот не наездившись не бывает. Да, вдруг подарок такой делает. Странно, конечно. Никогда в жизни не сделает. Вы знаете, да, я только посмотрел по сайтам, значит, в принципе, все автомобили в Туареге все примерно с пробегами от 100 до 150 и выше. Вот 150 я верю. В Германии. Да. Ну, да, где-то там около 120-130 и так далее. Но вопрос еще один. Поскольку я узнал, значит, у них есть трехлитровых моторов, две модификации. Одна, если не ошибаюсь, 224 лошади, а вторая, по-моему, 240. Был такой у меня случай недавно. Я покатался, такой маленький тест-дайв сделал на автомобиле, который 224 лошади, трехлитровый дизель. Машинка была седьмого года. Туарег. Ну, я как-то ожидал большего. И в динамике вообще-то ожидал большего в разгоне. То есть, как-то мне показалось странно. Есть отличия. Это были наши жесткие Евро-5. Оставайтесь на линии, мы продолжим после новостей. Александр, я надеюсь, вы еще со мной на связи. Да, я с вами. Добрый день. Спасибо вам за это. У них, насколько я помню, это один и тот же мотор, просто по-разному чипованный. Вот 224, причем у нас на рынке он не 240, он у нас официально заявлен как мотор в 245 лошадиных сил. Но это, опять-таки, нюансы, связанные именно с прошивкой и по большому счету они связаны с евро. Евро-5 или Евро-4. В Германии ведь самое главное, самое страшное, что может быть, это если человек нагадил природе, поэтому у него Евро-5 безупречный с переходом на Евро-6. Поэтому 224 лошадиные силы там не равны 224 лошадиных силы здесь. Но слабовато, да, вы правы. И 245 предпочтительный. Конечно, совсем хорошо V8 4.2 он тоже... Не потяну. Я не миллионер пока еще. Да, но он тоже дизельный. То есть, это такая, у них есть же 4.2 из бензинка, есть 4.2 дизель. А, водитель говорит. Да, да. То есть, у них бензинка 360 лошадиных сил, а V8 4.2 дизельный, он 340 лошадиных сил. То есть, и то, и другое запредельно по налогам, но зато великолепно по динамике. Но, опять-таки, вот у вас есть некий фрил, который хорош по крутящему моменту, у него очень-очень неплохой мотор, и не будем никому об этом говорить, но у фрилов же нету своих моторов, у них же моторы все заимствованные, и дизель-то у него как раз пежошный, а пежотники, они молодцы, они дизеля делают одни из лучших в Европе. У вас получается очень хороший автомобиль, он достаточно динамичный, потому что меньше весит, эти 2,2 ему хватает, при этом он шаткий-валкий, и за счет конструкции, и за счет того, что у него на самом деле раздолбанная подвеска. Потому что, в принципе, фрил он плотнее. Жаловаться на фрил, что он идет, бычок качается, и сейчас он упадет, это в основном уже при просевших пружинах и ослабших амортизаторах. Когда вы пересаживаетесь в туарег, вы сделали паузу, скушали твикс, пересели в туарег, это другая машина, вы к ней присаживаетесь, вы к ней привыкаете, а потом через какое-то время обнаруживаете, что вам выше крыши 224 лошадиных силы. Потому что вы привыкли, потому что у вас нету прямого сравнения. Вот у вас есть определенная динамика настройка. Раньше в автосервис приезжаешь на Жигулях и говоришь, ребят, только, пожалуйста, мне пружину не укорачивайте. О, ты все знаешь, говорят они. Ну ладно, не будем. Потому что если на карбюраторе Озон пружинку, которая идет от тяги педали к камере сгорания, то есть вот к этой заслонке, ее укоротить, то такое ощущение, что у тебя такая динамика, ты из сервиса машина получил, из-под себя рвет. На самом деле ничего не изменилось, кроме того, что речь открывается камера первая. То есть присиделись спокойно. Я катался на машине 224 лошадиных силы. У нас, конечно, с вами разный темперамент. Потом у меня все-таки пенсия уже близка, поэтому я и по характеру вялый, и уже тактико-технические характеристики у меня слабее ваших. Мне было нормально на 2,2,4. Я, конечно, руб 40 в пород не валивал, левый третий опасный, но тоже был таким весь из себя к камальеру. Момент привыкания. Вы знаете, кстати, 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 нет, я не могу сказать, что я там такой гонщик весь из себя, нет, на самом деле, просто иногда в городе все-таки необходимо чуть легче стартовать. Не в смысле вылетая на встречную, конечно, не дай бог, но некий запас по прочности, по мощности, все-таки, мне кажется, он нужен. Даже в целях нужен. Понимаете, какая штука? Тогда, если вот вам нужна машина, которая была бы гиперуниверсальной, то есть, чтобы она могла и рвануть, и улететь в точку, как резиновая женщина в анекдоте про ковбоев, а моя куда-то свистнула и улетела, то тогда все-таки это 4,2. Потому что здесь либо вы берете 224, потом тихонечко его чипуете и спокойно поднимаете ему, может быть, даже где-нибудь до 260. Не сразу это скажется на ресурсе. Вовсе нет. Хотя, конечно, дизеля не любят такие вещи, но вообще-то, в принципе, один и тот же мотор в заводских условиях как раз и чипуется с тем, чтобы он давал разную отдачу. Разная программа управления дает вам разный результат. И это будет наименьшим из зол. Либо для стрелялок у вас Lamborghini Murcielago, а для всего остального у вас тихий, спокойный тварик. Ну, было бы здорово, но пока, к сожалению, это не про нас. А последний такой вопрос. По поводу чиповки, все-таки как вы советуете? Это наверняка лучше делать где-то в официальных сервисах, или просто найти хорошее, так сказать, какое-то по знакомствам? Это нужно найти людей, которые на этом съели собаку, стерли себе зубы и обмазолили ладошки. Но этих людей нужно искать не напрямую по объявлениям, а по друзьям и по клубам, по сообществам. Всегда есть какой-то мастер, который уже прославился умением это делать, а также готовностью отвечать за содеянное. Когда вы приедете к официальному дилеру, услугу чиповки он вам с ноликом, приписанным в хвосте, с удовольствием окажет. И будет на вас смотреть с такой нежностью, потому что прекрасно понимает, что в принципе это стоит 100 долларов, но с вас он с большим удовольствием взял 80 тысяч рублей или 160, и вы его накормили на полгода вперед. Вот вас за это даже, может быть, по головке погладит. Будьте смелыми, плюньте ему в рожу. Будем стараться. Сергей, спасибо вам огромное. Все вопросы, все ответы, все получил. Спасибо вам. Ой, как приятно. Марат, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Спасибо большое за передачу. Очень интересно. Вы знаете, у меня дилемма. Следующая. Сам я езжу сейчас на Октаве, а пятый, как пять лет, прошел на ней где-то около 140 тысяч километров. Много было хорошего и плохого. А плохого что? Мотор какой у вас? Мотор 160 лошадиных сил, который на механике. 1,6, наверное, да? Нет, это, скорее всего, 1,8, 160. А, 1,8, да. 1,8. Вот. На 25 тысячах у меня полетела коробка передач, причем механика. Ух ты. Вот. Хорошо, что в Москве. Хотя перед этим я собирался ехать в Питер, но повезло. Ну, а так, в принципе, ну, там, кондиционер два раза заправлял, там, да? То есть, ничего особенного такого, в принципе. Ну, да, действительно. Не было. И, больше, как бы, претензий к ней к этой машине вообще нет. Очень сильно радует меня багажник. Особенно, когда сиденье сложишь, ну, вообще великолепно. Да. Ну, кухню тут свою за два раза перевез. Но. Подачу. Ну, просто великолепный багажник, действительно, вообще. Никаких претензий нет. А вот, в связи с этим, вопрос следующий. Вот мой бюджет, ну, 850-900. Либо вот новая Octavia, которая две недельки там назад вышла. Да. Или, может быть, что-то порекомендуете, там, вот, я не знаю, смотрел, там, Elantra, вот, вроде, так симпатично смотрится. Я потребитель, как бы, я вот там, ну, не профессионал, да, в плане езды, там, вот, неценитель, там, скорости, там, еще чего-то. Но, главное, комфорт, как бы, до работы доехать, там, до дачи доехать, комфортно, там, с семьей, там, и так далее. Ну, это все, на самом деле, понятно. Просто, чтобы было хорошо и ничего лишнего. Новая Octavia, чем мне не понравилась? Тем, что она проще предыдущей. Ваша машина сделана с такой душевностью, которая не перекочевала в новый аппарат. Причем, с новым аппаратом неприятность в общем. Он только-только пошел, и мы с вами знаем, что любая новая модель, она требует года, пока научатся рабочие закручивать гайки, пока у них все сложится, пока они претерпятся, пока они привыкнут. Хотим мы того или нет, но любая машина первого года это конструктор. И получается, что вы заводской водитель-испытатель только за свой счет. Но, именно эту машину скоро локализуют и начнут выпускать на Нижегородском автозаводе, который газ. И получается, что года у вас нет, потому что хватать нужно на Младоболиславскую сборку. Она может оказаться хорошей, может оказаться плохой, но она окажется заведомо лучше, чем то, что сделают на Горьковском автозаводе. При этом, новая Octavia хороша только в топовой комплектации с 1.8 и на многорычажной задней подвеске, а у нее есть целый спектр, у нее даже есть мотор 1.2 и сзади простая палка. Это неплохо, но ваше нынешнее лучше. И получается, что, во-первых, вы должны взять топовую комплектацию, во-вторых, прямо немедленно. Если это Octavia, если вы пересаживаетесь с Octavia на Octavia, то у вас нету, в принципе, ни маневра, ни времени. Вы должны схватить мешки, поскольку вокзал уже уходит. Все остальное вы можете спокойно ходить и выбирать, и в том числе 900 тысяч вам ведь открывают, по большому счету, безграничное море. Вы за 900 тысяч переходите уже даже в класс D. Вы уже можете так аккуратно посмотреть, а что там у нас 900- ну почти миллион. А там всякие Hyundai i40, например. Тоже неплохой автомобиль. Он большой. Он удобный. Elantra? Elantra это неплохо. И любая Kia неплохо. И то, как сейчас, например, выглядит Kia Ceed, это очень интересно. Очень достойный хэтчбэк. Есть еще Kia Cerato. Они отличаются тоже по подвеске. У Ceed'а у него многорычажки, сзади стоят, а у Cerato у него палка. Тоже не самая простая. Либо вы уходите к каким-нибудь немцам и смотрите, почем там джетто. Хотя джетто это полное уныние, но многое из того, к чему вы привыкли в Octavia, в этой машине тоже будет. И мотор будет неплохой, и кривая ухмылка дилера тоже в придачу. Тут, понимаете, какая штука? Вы пока еще сами не определились, но у вас есть очень правильный критерий, инструмент для постижения рынка. Он называется сумма. Вы понимаете, 900 тысяч. За 900 тысяч у вас очень много интересной техники. Посмотрите внимательно, но, к сожалению, Octavia, увы, она, что называется, закрыта для вас. Поэтому нужно осмотреться бежливо. Вячеслав, здравствуйте. Сергей, добрый вечер. Здравствуйте. Очень рад, что я сегодня до вас смог дозвониться. Я тоже рад. Смотрите, да, взаимно. Значит, смотрите, у меня выбор такой. Я недавно продал свой Focus 2, на котором проездил, как наш предыдущий собеседник, достаточно долго, 7 лет 190 тысяч. Ух ты, замечательно. Да, то есть, в принципе, все проблемы, которые у меня были с машиной, по моей вине, если это эксплуатация, в амортизатор пробежишь, я вам влетишь. Но, в целом, у меня машина устраивала. Особенно по салону. Сейчас езжу на третьем, пока сестры автомобиля. Он, конечно, покомпактней. И по поводу как раз автомобиля до 900-миллиона, выбор у меня сейчас такой. Есть сейчас возможность приобрести А4, которая уходящая модель Ауди. Вот. Машина почти миллион, получается, базовая 120 сил. Ну, как по форумам почитал, посмотрел, тоже, в принципе, можно ее чипануть. Вот. Ну, с бексиноном, то есть, хорошее предложение от дилера, соответственно, по данной машине. Ну, или, как вариант, соответственно, также новая BMW 3 серия, базовая, с хорошей, получается, тоже там, в районе миллиона. Вот выбираем между этими двумя машинами, что скажете об одной, о второй, что предпочесть, и, может быть, что-то еще стоит посмотреть. Вячеслав, поскольку миллион, это совсем безграничный диапазон, то посмотреть, конечно, есть что. Но BMW 3, да, задний привод. Если вы задним приводом умеете управляться, ну, тем более, если вы, например, спокойный водитель, вы сразу не полезете куда-то там экстремалить и мести хвостом, то BMW, вообще-то, она сделана вот по тем лекалам в такой инженерной школе, которая все равно остается эталонной. При всем при том, что BMW сделана из точно такого же барахла, из которого собрана Audi. И развалится она точно так же. У нее и движок может заклинить, и у нее коробка высыпется на дорогу, и руль отвалится. Ну, совершенно общих оснований. Но особенность BMW в том, что у нее очень классно продумано все в отношении человека, чтобы вы сели и поехали. Audi в этом смысле догоняющая, а BMW определяющая. До завтра.